Клуб «Гефест» писан в истории нашего города как первый военно-патриотический клуб. Он появился в конце 80-х годов прошлого века. На сегодняшний день в клубе произошли кардинальные изменения. За 30 лет своего существования клуб прошел нелегкий путь становления. От подвала в жилом доме к полноценному клубу. За этот период времени произошло много хороших изменений. В том отношении, что у нас существуют такие направления работы, как пауэрлифтинг, бокс, рукопашный бой, начальная военная подготовка. Где непосредственно наши курсанты обучаются стрелым упражнениям, учатся стрелять из пневматического ружья, из пневматического пистолета. Но также непосредственно они получают определенные знания в области военной подготовки. Сегодня военно-патриотический клуб «Гефест» – это центр патриотического воспитания до призывной подготовки молодежи к службе в армии. Уже с самых маленьких лет воспитываются защитники Отечества. Именно в таких клубах военно-патриотических, в первую очередь воспитывают ребят, как чувство патриотизма, чувство любви к своей Розине, готовят как физически, так и морально. И фактически ребята при отправке в вооруженные силы Российской Федерации уже идут очень подготовленные, которые позволяют более легче проходить воинскую службу, ну и переносить тягосты воинской службы. Поэтому это большая работа, которую проводят и предприятия, и учреждения нашего города, и, конечно, в первую очередь проводят эта администрация. Высокое патриотическое воспитание у наших ребят отметил и начальник отдела по военно-патриотической работе военного комиссариата Республики Башкортостан Андрей Пронин. Военно-патриотический клуб «Гефест» является как символом города Кумиртау, так же и визитной карточки Республики Башкортостан. Это они доказали на различных конкурсах, фестивалях, где занимали призовые места, где выигрывали. Их поэтому знают уже за пределами, в том числе и Республики. Военно-патриотический клуб «Гефест» победитель Республиканского фестиваля военно-патриотического клуба в 2008, 2009, 2010 и 2015 году. В 2016 году занял третье место в конкурсе «Победа Приволжского федерального округа» в номинации «Лучший военно-патриотический клуб». Об этом неоднократно говорилось на концерте, посвященном юбилею клубу «Гефест». С 30-летием поздравил глава администрации городского округа Борис Беляев. Сегодня у нас замечательный повод поздравить тех, кто много лет работает с мальчишками и девчонками, выполняя важную миссию военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки к службе в рядах вооруженных сил России. Кроме первых лиц города, мероприятие посетили депутаты Государственной думы Российской Федерации 7-го созыва Алексей Изотов и Рамзил Ишсарин. Алексей Николаевич и Рамзил Рафаилович в качестве депутатов посещают наш город впервые. Однако почетных гостей с нашим городом связывают давние дружеские отношения. Поэтому они признались, что с удовольствием приезжают в Кумертау. Алексей Изотов же отметил кадетский класс при главе администрации. Такое он увидел впервые. Вообще такие традиции закладывались в Кумертау и в предыдущие годы, но отрадно слышать, что, например, там есть у главы свой класс, свой патриотический класс. Я вот этого не видел никогда нигде. Я видел патриотические классы, связанные с кадетством, с полицейским, МЧС, ФСБ, например. Но вот когда появляется такой класс у главы администрации, наверное, это говорит об его отношении вообще к патриотическому воспитанию детей. Буквально лет 17-18 назад, работая в Комитете по делам молодежи при правительстве Республики Башкорстан, я познакомился с патриотическим клубом «Гефест», который сегодня свое 30-летие отмечает. И вот с тех пор я абсолютно уверен, что в городе Кумертал эта работа поставлена на очень высоком уровне. В праздничный день город пополнился новыми патриотами России – молодежно-военно-патриотическое движение «Юнармия». Цель движения – возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. Уже приняли первых своих воспитанников. В понедельник мы их везем в Уфу. Там будет слет юно-армейский Республики Башкортостан. Прямо со сцены члены движения произнесли торжественную клятву, после чего юно-армейцы были вручены значки. Кроме всего прочего, глава администрации Борис Беляев вручил руководителю клуба сертификат на 1 миллион рублей. Эти финансы будут потрачены на благоустройство нового здания. Нас сегодня подарками одарили, поэтому мы эти подарки будем сейчас реализовывать, чтобы там ребятам было интересно заниматься, и чтобы они росли достойными нашими защитниками Родины. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет нова, пусть всегда будут небо. Константин Меркушев, Айгуль Мухамедшина, Сергей Николаев, Денис Тихонов. Телекомпания «Арис».